Бесконечная ферма мяса, в 2 раза больше, офигеть. И сюда мы уже ставим конструкцию, мы также ставим еще одну алхимическую центрифугу. Мы этот весь виктус подаем в эту алхимическую конструкцию. И при ускорении майнкрафта примерно в 10-15 раз, мы видим то, как у нас все в принципе реально идеально работает. Всем здорова, с вами канал Дюп и Пополочка. Приветики. Амулетики. И в этом видео мы покажем гениальную ферму от Requie87. Мы обещали в прошлом видео и вот, время пришло. У вас на экране креативный комментарий из прошлого видеоролика. Не затягиваем, погнали. Для этой фермы нам потребуется мод Таумкрафт и плюс к нему аддон Tommy Horizons. Возможно еще Blood Magic, но его можно заменить, но это в идеале прям. Скажу самое главное, эта ферма у нас будет бесконечная ферма мяса. В первом видео по автофермам мы строили ферму мяса на животных, но это было все слишком как-то запарно, убивать там мобов, все такое. Да, ферма была средняя, но сейчас там можно все автоматизировать даже без животных. Нам потребуется алхимическая печь. Мы берем, ставим ее, к ней ставим 3 перегонных куба, это очень-очень важно. Далее нам потребуется 3 бирки, но мы пока их не будем использовать. Мы будем дюпать или же автофермить, приумножать мясо говядины, поскольку в нем идеальные аспекты содержатся по сравнению, допустим, со свининой. У нас в Tommy Horizons есть такой крафт, который позволяет удваивать мясо. Мы кидаем одно мясо, к нему 3 виктуса и оно у нас удваивается. Но, если мы посмотрим на свинину, здесь у нас 1 виктус, а в говядине 2, это уже в 2 раза больше. Но, также можно использовать, допустим, мясо курицы, поскольку в нем на 1 лишний аспект меньше, корпус здесь 3, здесь 4, но мясо курицы дает меньше добавление сытости, нежели говядина. Как я уже говорил, нам потребуется мод Blood Magic в идеале, чтобы запитать эту ферму. Мы возьмем лава кристалл. Вы же можете положить просто уголь, ведро лавы, что угодно. Но лава кристалл это самый топ был бы, потому что он у нас не тратит ничего кроме LP. Мы кладем сюда, все, мы забыли про уголь. Давайте расплавим 1 кусок мяса, чтобы мы смогли настроить правильно бирки и трубы. У нас аспекты вытекли вот так, в принципе, это не важно, кому как удобнее. Мы сделаем так, как есть. Сюда бирку, сюда бирку и сюда бирку. Далее мы должны поставить алхимическую конструкцию, чтобы как раз таки и удваивать наше мясо. Мы построим ее максимально близко и продуктивно. То есть мы ставим здесь воронку, здесь мы ставим сундук, давайте вот так. И сюда мы уже ставим конструкцию, только чтобы я смотрела на сундук. По сути сейчас, на данном этапе, если мы плавим кусок мяса, мы получаем 2 вектуса, нам нужно 3 для удвоения. Но у нас есть лишние аспекты. Эти лишние аспекты у нас состоят из других аспектов. Так, например, бестерна состоит из движения и жизни, а корпус у нас состоит из жизни и смерти. Именно отсюда мы будем брать лишние аспекты жизни. И нам потребуются алхимические центрифуги. А мы теперь должны отвести трубы от наших кубов, но я так подумал, лучше, чтобы у нас вектус был сверху. Чистый выход вектуса сверху, поскольку так будет проще отводить трубы и вообще все будет идеально. Все, отлично, готово, здесь у нас корпус, здесь у нас вектус. Теперь мы отсюда отводим трубу к уже непосредственно алхимической конструкции и мы уже здесь получаем вектус. И у нас уже плавится мясо, но как я уже говорил, есть всего по 2 вектуса, нам нужно по 3. Далее, отводим трубу от корпуса, давайте в эту сторону, здесь мы берем пока трубу, и ставим алхимическую центрифугу. Центрифуга у нас уже разъедает аспекты, мы ставим сверху нее буфер. Итак, у нас отсюда выходят бестия и мортус. У нас мортус разлагается на пердитию и опять-таки вектус, а бестия разлагается, как я уже говорил, на жизнь и движение. Теперь мы отводим от буфера одну притрующую трубу и ставим новую центрифугу сверху. Уже сюда пошел аспект мортуса, он у нас уже разлагается. Далее мы должны эту трубу как-то назвать биркой, но мы возьмем библиотеку аспектов из вечной гажды, либо можно просто с пузырьком в крафте совместить, но с библиотекой будет проще. Берем и выбираем аспект, какой у нас в данном случае выходит. Аспект мортуса, да, все верно. Теперь мы отводим сверху еще один буфер для эссенции и в разные стороны трубы. Здесь у нас будет идти жизнь, здесь у нас будет идти пердитию. Для пердитию мы сделаем отдельную пустотную банку. Ну или можете к себе там куда-нибудь в конденсаторе эссенции дыхать. И ставим где-нибудь поближе, например, вот тут сразу. Лучше, конечно, просто здесь настроить трубу с пердитию, мне кажется, так будет проще. Что мы имеем сейчас? У нас корпус уже разлагается на мортус и бестию, бестия пока здесь. Мортус у нас уходит дальше, разлагается на жизнь и пердитию, пердития у нас уже удаляется. И жизнь мы получаем чистую. Далее у нас здесь осталось бестия, но у нас также есть и здесь бестия. Надо бы ее как-то совместить и перерабатывать вместе. Поэтому мы отводим трубами здесь, но мы при этом разделяем их, чтобы они не совмещались, они уже ушли. Мы отводим бестию сюда. И что мы делаем? Правильно, мы также ставим еще одну алхимическую центрифугу. Давайте ее проведем немного дальше, а именно вот сюда. И поставим ее здесь. Но при этом также ее отделим. Также буфер эссенции. Разделяем вот здесь, чтобы он не совмещался. Отводим от него по одной фильтрующей трубе. Одну сюда и одну сюда. Мотус мы также можем сливать, поскольку он нам не нужен. Либо же сливать его в конденсатор. У нас здесь есть бестия и бестия разлагается здесь. Поэтому мы берем отсюда трубу, выводим эту бестию как раз таки вниз с помощью фильтрующей трубы. Самое главное. И спускаем его вниз обычными трубами уже. И теперь у нас бестия из этой трубы уходит вниз по трубе фильтрующей. И там уже она разлагается вот в этой центрифуге. Но с другой стороны можно было бы сделать две центрифуги. Но если вам так больше нравится, экономия места, экономия ресурсов, то так тоже бюджетный вариант сойдет. И теперь у нас что в итоге есть. Здесь у нас виктус, здесь у нас виктус и здесь у нас также виктус. Мы этот весь виктус подаем в эту алхимическую конструкцию. Здесь мы ставим фильтрующую трубу номер 2 уже. И также вешаем бирку с виктусом. Далее мы совмещаем эти трубы. Подводим их сзади. Но при этом эти трубы разделяем, чтобы у нас был максимальный выход, максимальная скорость. Именно поэтому отсюда мы ведем к верхней штуке. И отсюда мы ведем к нижней. И у нас уже все готово. У нас здесь разлагается, здесь разлагается. Виктус выходит отсюда, отсюда и отсюда. Поскольку у нас эта конструкция делает два куска мяса, нам нужно сделать так, чтобы один кусок мяса уходил в конструкцию, а второй кусок мяса снова оставался здесь. Именно поэтому мы поставили здесь трансвектор и рэкви его соединил с сундуком. И, как утверждает рэкви, она теперь будет идеально делиться на два. Именно поэтому мы запускаем ферму и смотрим. Кладем сюда три куска мяса и ждем. Да, он реально возвращается. И она все работает. Можно, конечно, поставить меха. Но что делать тогда, когда это все забьется? У нас будет здесь все в воронке лежать. И если этого мало, можно поставить сундук, к нему уже трансвектор, и в нем будет храниться весь результат удвоения. Мы ждать не будем, ускорим весь Майнкрафт и посмотрим, что у нас будет. Пять кусков, шесть, да-да-да. И при ускорении Майнкрафта примерно в 10-15 раз, мы видим то, как у нас все, в принципе, реально идеально работает. Центрифуги гонят, все перерабатывается. Здесь у нас куски мяса увеличиваются, из воздуха причем. И мы ничего не тратим на это. И таким образом мы получаем идеальную ферму, которая сама же из себя делает бесконечные куски мяса. Но также мы с ней имеем бесконечный выход Мотуса и выход Пердитю, который нам не нужен, но вы можете его уже использовать в своих целях. Я уже вижу много комментариев, которые пишут, у нас запрещен трансвектор. Первое решение, ревнуть с РВК никогда больше не заходить, но помимо трансвектора можно использовать другие блоки по транспортировке предметов. Допустим, ритуал из Блот Мэджика как раз таки. Оркестр фантомных рук. Ну либо же как-нибудь с Големами поэкспериментировать, если у вас получится. Но это вообще все очень сложно, на нормальных серваках это все работает хорошо. В этом видео мы вам показали гениальную ферму от Рекви. Просто все целую неделю ее ждали и вот. Конечно, возможно, ее можно сделать компактнее, эффективнее и лучше, но это наш вариант фермы. И если он вам не нравится, вы можете его модернизировать. Все в ваших ногах. Спасибо Хаги-Ваги и Киси-Мисси за просмотр, за участие, за ферму, за дюб и за байки, за особенности модов. Можете подписаться, все ссылочки внизу, комменты тоже внизу можно оставить. Спасибо за просмотр. Пока. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok